Всех приветствую на канале просто обо всем рубрика улица Саратова. Сегодня покажем улица Чапаева, одна из центральных улиц города Саратова. Начинается от Ильининской площади протяженностью около 4 километров 700 метров. Проходится в самой центральной части Саратова. Смотрите сами. Пересекает множество улиц и маленьких и других. Очень оживленные. Вы не подумайте, что она такая пустая, потому что съемка была утром в субботу, нерабочий день и мало машин было. Но как видите, Саратов у нас благоустраивается, ремонтируются тротуары, делается так лицо города. Надеюсь, в этом году закончу с этими тротуарами в центре, потому что были и пробки из-за этого. Вот они, маленькие улицы, пересекает Чапаева. Здесь в рабочие дни собирается очень много машин. Улица Мичурина проехали, односторонняя она, Мичурина. Проезжаем, вот сейчас Шевченко проехали, и доезжаем до перекрестка улицы Советской. С левой стороны видите аграрный университет имени Вавилова. Раньше механизация называлась в советское время, если кто помнит. И подъезжаем к центру, называемому. Увидите наш известный, популярный крытый рынок, с левой стороны. Пересечение с улицы Сака и Ванцити. После крытого рынка есть проспект Кира. Вот он проходит сейчас направо. Будет пешеходная зона. Детский мир с правой стороны видите, а с левой стороны ремонтируется опять же у нас все цирк. И внутри, и снаружи, и возле него около цирка ремонт идет. Сейчас подъезжаем к улице Большой Казачьей. С правой стороны вы видите, слева это торговый центр, арена. А с правой стороны вот театр юного зрителя имени Киселева. Дальше здание главпочтампа. Там управление областной связи Ростелеком сейчас находится. Когда-то там работал. Пересекаем центральную улицу еще одну, которая идет от Волги. И даже от речного порта раньше. И даже железнодорожный вокзал и выше. Московская. Улица. И начинается практически с... Ну да, от Московской начинаются частные секторы. Такие домишки. Ну и... А с левой большие многоэтажные дома. Сейчас пересекаем к улице Кутяково. Это вот утро с субботы было. И уже сколько... Десять часов утра и уже столько машин. Все. Здесь начинается с правой стороны у нас старший жилой фонд. Да и слева. Улица-то небольшая. Улица-то небольшая. Улица. 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 Улица-то... Улица-то перемен. Улица nécessия. Улица-то. Уるdade-то. Улица-то... так, чтобы было меньше машин, но у него не получилось. Ул. Зарубина тоже ремонтирует. Вот так у нас соседствует частный сектор старей и новый сектор, живой. Параллельно, если смотреть по ходу движения с правой стороны, тут улица Посадского вниз пошла, и там улица Вольска. Кто смотрел ранее мои видеосюжеты, тот поймет, о какой улице говорю. Сейчас будем пересекать улицу Большая Горная. Горная, она... Не зря, наверное, назвали Большая Горная, потому что постоянно, вот сейчас будем переезжать, и постоянно по нее почему-то как с горной речки бегут, бежит вода. Сейчас доедем до Соколова, и прям уже все, заканчивается последний дом многоэтажный и частный сектор. Попробовал доехать до конца этой улицы Чапаева, но там уперся в частный сектор, дорога плохая, я не стал этого делать до конца ехать. Ну, смысла нет. Это улица, по которой по Чапаеву можно проехать до первого магнитного проезда и свернуть на него, и выехать на улицу Танкистов, которая ведет... Можно попасть в поселок Солнечный, в Ленинский район, на этот сайт. Можно, наверное, разногласно гонять на улице Соколова и Чапаева, но это, наверное, не было до конца. Заодно я рассказывал о улице Соколова, там повторюсь, что на улице, пересечении улице Соколова и Чапаева стоят камеры, камеры стоп-линии следящие за этим вот такая небольшая в то же время замечательная улица здесь тихая там она шумная в центре вот большая садовая пересекаем дальше кому нужно ехать на улице танкистов будет поворот сейчас налево первый магнитный проезд там знак показан, что это главная дорога сейчас поворот будет но я проехал дальше, первый раз посмотрел что, уперся увидел где гараж нашей почты то ли городской, то ли областной не знаю автогараж их там находится частный сектор прям под самые упирается, можно сказать под старый аэропорт это гора вот это как раз гараж нашей почты России Саратова и вот такая улочка ни разу здесь не был решил проехать посмотреть так живут в центре города можно назвать люди ну там дальше еще поворачивать налево вот такие улочки ну и поехал обратно на этом все спасибо за просмотр берегите себя будьте внимательны на дорогах всем пока-пока до новых встреч спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр